Комфортные условия проживания и возможности для учебы. Руководитель Департамента образования, культуры и спорта Нинецкого округа Галина Медведева этим утром посетила Нинецкую среднюю школу-интернат имени Антона Пырерки. Там разместились дети из населенных пунктов региона, которые прилетели в Наринмар для сдачи единых госэкзаменов. Выпускников разместили в общежитии интерната в полностью благоустроенных комнатах. В комфортности условий убедилась и наша съемочная группа. Наталья Бобрикова прилетела в Наринмар из НИСИ. Выпускница 11-го класса уже сдала два основных экзамена – русский и математику. Осталось только дождаться результатов и поступить в Наринмарский педколледж на финансиста. Мы устроились хорошо, комфортно жить. Есть такой дискомфорт, просто то, что мы в другой школе сдаем, как-то мне это немножко напрягает. То есть обстановка лучше родная, да? Ну да. Стены родных школ у ребятам из населенных пунктов на время сдачи ЕГЭ заменили первая и пятая городские школы. Так диктуют новые правила процедуры. Они обязывают регионы оснащать объекты онлайн-видеонаблюдения. По расчетам специалистов, стоимость соответствующего оборудования для сельских образовательных учреждений в четыре раза превышала стоимость доставки детей из населенных пунктов Наринмар. Поэтому в целях оптимизации было решено организовать приезд экзаменуемых в столицу региона. Такие перемены никак не смущают уроженца Шойны Дениса Ларченко. Без разницы будет. Что так, что так. Если в школе учился, то сдашь. А если нет, то не сдашь. А куда ты дальше планируешь поступать? В Наринмар, может ли? Да, в Наринмар. В Ненецкий агроэкономический техникум. Кем хочешь стать? Ну, профессия – защита в чрезвычайных ситуациях. Уже буду экзамены скоро сдавать там. В Наринмар ребята прилетели в конце мая. Времени даром не теряют. Паузы между сдачей ЕГЭ используют во благо. Сейчас готовятся к дополнительным экзаменам по выбору. Те, кто готовится поступать в медицинский, повторяют химию и биологию. Гуманитарии подтягивают знания по истории и обществознанию. Мария Бобрикова, выпускница Омской школы, уже сделала выбор будущей профессии. Она продолжит обучение в университете имени Герсона в Петербурге. Планирует стать учителем родного языка. Хочу учить детей родному языку, потому что мы живем в Ненецком автономном округе. И это уклон должны делать на Ненецкий язык. На этапе подготовки к ЕГЭ ребятам помогают учителя Ненецкой школы-интерната. Проводят с ребятами необходимые консультации. Людмила Яковлева – педагог с огромным стажем. Знает, как ребята волнуются и понимает, как важно повторение пройденного материала. Выяснили, что ребятам, какие мы вопросы хотели разобрать. В общем, вроде бы определились, это будем писать эссе. Сейчас немножко повторим с первым обществом. Всего в Наринмар прилетели 49 детей из семи населенных пунктов региона. По словам директора образовательного учреждения Людмилы Пашкиной, никаких проблем у них не возникает ни по вопросам быта, ни по поведению ребят. Ребята взрослые, ответственные, приехали сдавать экзамены, готовятся к экзаменам. Для них организованы все условия. Питание в школе организовано пятиразовое. Ребята завтракают, обедают, ужинают, еще получают вечернюю и дневную раздачу. С ними приехали сопровождающие. Из каждого населенного пункта есть по одному сопровождающему, которые закреплены за своим коллективом. Они организуют для них консультации, они организуют их отдых, они отпускают их в город. Учеба учебой, но и отдыхать тоже нужно, считают педагоги. Поэтому ребятам предлагают оторваться ненадолго от учебников и передохнуть. Например, сегодня они отправились на каток в Ледовый дворец. В целом же, по словам Галины Медведевой, опыт удался. Дети чувствуют себя комфортно, все условия для этого есть. Все консультации, которые мы даем для детей, выпускников городских школ, выходя, все эти консультации для них. То есть дети должны чувствовать, что они в такой же позиции, они точно такие же выпускники, как городских школ. У них абсолютно все преференции, у них абсолютно все есть, так сказать, возможности, которые есть у детей в городских школах. Я надеюсь, что этот опыт будет хорошим для детей. Самое главное для нас в ЕГЭ – это, мы говорим, безопасность, это комфортность. Из 49 ребят, прибывших в столицу региона, многие уже разъехались по домам. Здесь остались только те, кто сдает дополнительные экзамены и собираются сдавать экзамены для поступления в профессиональное учебное заведение.